Всем привет! У нас сегодня тема, к которой я не то чтобы не успел подготовиться, она такая немножко свальная, поэтому я начал было писать план лекции, запутался и решил, что лучше как пойдет. Тема, общая тема, сторонние исходники установка, эта тема очень сильно завязана на понимании того, как встроен дистрибутив Linux и мы попробуем, трюк будет состоять в том, что я попробую распилить вот это понимание на две части и основную часть рассказать в следующий раз, в следующий раз у нас последняя лекция, а сегодня у нас будет последнее домашнее задание, если я успею толком рассказать что-то, на что можно сделать домашнее задание. Да, и сегодня будет больше всякого бла-бла, ну понятно, чем ближе к концу семестра, тем меньше повод для практики и больше всяких разговоров. Прежде всего стоит подумать о том, как вообще происходит разработка в случае, это уже как бы тема следующего нашего разговора, в случае свободного лицензии. Потому что если вы пишете что-то под закрытые лицензии, то у вас опции очень ограниченные. То есть понятное дело, что на свете полным-полно свободного софта в исходных кодах, который распространяется под так называемыми разрешительными лицензиями, и соответственно ваша проприторная лицензия закрытая, она не помешает этому безобразию. Но всякий раз, когда вы инкорпорируете в текст вашего продукта чей-то другой исходный код, вы тем самым заявляетесь этот код поддерживать. В случае открытой разработки вы просто участник некоторого открытого проекта, то есть вы вливаете свое понимание того, что должно происходить в этот проект и в общем соучаствует, помогаетесь. В случае закрытой разработки вы забираете себе код и что-то с ним начинаете делать под собственную ответственность, так сказать. Все ошибки, которые в нем были, это уже ваши теперь ошибки. Все, что не дописано, в нем будете дописывать сами. Есть, конечно, вариант делать это каждый раз, то есть вот есть некая библиотека, в которой вы каждый раз, когда захотите обновлять свой собственный продукт, ее откуда-то, значит, кусок кода, вы его откуда-то забираете, включаете в свой проект и начинаете адаптировать под него. Ну, понятно, оторванность от сообщества, неучастие в общей разработке и периодическое характер вот такого рода включений, то есть когда вы раз в полгода во время очередного релиза, раз в год, вдруг забираете новую версию библиотеки, это, конечно, накладывает некоторую неудобственную разработку. И, как правило, свободный код, включаемый в несвободные проекты, существует в двух ипостасях. Либо когда-то что-то скачали, допилили, где не работало, и в таком виде оно путешествует в исходном коде до скончания времен, до редизайна. Либо это такие, так называемые, сознательные разработчики проприетарных продуктов, которые возвращают все, что они наделали хорошего, обратно в сообщество, то есть фактически выполняют требования капиллефного лицензирования, ну, так сказать, по доброй воле. Вот на эту добрую волю часто надеются, она бывает, бывает, что ее нет, ну, в общем, тема следующего разговора. Для нас с вами сейчас важно понимать, какую модель мы сами выберем. Вот если нам для разработки нашего продукта нужен какой-то корпус сторонних исходников. Смотрите, это вопрос не ко мне, а к вашей учебной части. Вот. Я отвечаю на вопрос, тут народ уже за это самое озаботился оценкой по экзамену вот этим всем. Значит, у нас спецкурс, по нему выставляется оценка или зачет, это зависит от того, как ваши учебные части вы сами посчитаете. Вот. Про зачет сразу скажу, что это не ниже, чем четверка, то есть тройка не является зачетом. Сразу отвечу, опять-таки, я еще не придумал, как я буду расставлять оценку, поскольку у нас еще все не закончилось, у нас еще целая лекция впереди, вот за это время я и придумаю. Вот. И что и как вы хотите получить, это зависит от вашей учебной части. Я, как бы, готов распространить и даже модифицировать практику, еще мною не придуманную, выставление оценок, ради того, чтобы вы ее тоже, эту оценку получили. О чем шел разговор? Разговор шел о том, что мы должны принять решение, что мы делаем с исходными текстами, чужими, с которыми работаем. Очевидная модель, проистекающая из понятия свободного лицензирования, так сказать, прошлого тысячелесия, состоит в том, что мы просто скачаем, да будем откуда-то вот эти исходники, выясним, что лицензии не противоречат тому, чтобы мы их с собой таскали, начинаем их сопровождать, таскать с собой, вносить в них правки какие-то, в общем, что-то делать с ними на свой страх и риск. Я это называю моделью open source 90-х годов из соображений, что, или 80-х, ну скорее 90-х, из соображений, что в те поры, во-первых, у народа не было такого доверия интернету, вот идея, что в любой момент можно не просто там скачать архивчик, хотя и это тоже, я уж не говорю о там гитпуле, вот, идея о том, что в любой момент можно получить доступ к даже свободным исходникам, она в народе так приживалась небыстро, люди, в общем, даже под свободной лицензией могли там месяцами ждать, когда можно будет так как-то встретиться на конференции, передать друг другу ленточку или что-то такое, это не 90-е, это, конечно, 70-е, 80-е. Вот, ну не важно. Важно то, что эта идея массами овладела не сразу, и поэтому довольно нормальной практикой, пусть упору эксплуатируемой некоторыми людьми, является взять свободный проект, воткнуть его в собственное дерево исходников, прямо вот в виде исходников, и в таком виде уже строить свой собственный проект. Я таких видал в количестве. Я, например, видал, когда встала проблема CAD подобных сред под Linux, вот, что их нет. Ну, то есть они были, ну, как-то... Я начал искать направо-налево, нашел здоровенный совершенно проект CAD-среды, такой true-unix-овый даже, не Linux-овый, вот. Американский. Как впоследствии выяснилось, он находится в продакшене у вооруженных сил штатовских. Ну, находился на тех порах, был 10 лет назад. Вот. Я не помню, как он назывался. Он, правда, был прям монструозный, был написан частично на C, частично я уже не помню на чем. Там на РЦ была тусовка его разработчиков, в которую я даже зашел для того, чтобы сообщить им об ошибке, потому что никаким другим способом этим людям сообщить об ошибке было нельзя. У них не было ни Bugzilla, ничего. Вот. И они там общались, вспоминали, какие, значит, у них были восьмибитные компьютеры в молодости. Там, Sinclair, еще что-то. Так вот, у этих людей абсолютно все библиотеки, абсолютно все исходники того, что нужно для их проекта, кстати сказать, совершенно свободным, под свободной лицензией, были прямо внутри текста. Им поэтому это был монстр такой, который они то ли правили, то ли не правили. Не разберешь. Потому что системы, которые версии у них тоже не было. Были только торгующие. В некоторых случаях, даже в современном мире, это не такая плохая идея. Таких случаев два. Случай первый. Вы берете какое-то странное поделие под свободной лицензией, в которой дофига ошибок и мертвый обстрим. Ну или уснувший. Вот. И понимаете, что переписывать все от начала до конца вы не станете. Но вы это дело почините. Оно будет работать в рамках вашего проекта. А становиться, собственно, сами становиться обстримом этого самого странного поделия у вас нету ни сил, ни возможности, ни опыта. Какая-нибудь специфическая обработка специфических изображений. То есть вам сделали заказ, не знаю, на какое-то геораспознавание. Вы нашли какую-то библиотечку про геораспознавание, написанную частично на Фортраде, наверное, в прошлом тысячелетии. У нее ни авторов, ничего не сохранилось. Но она типа свободная. Вы ее скомпеляли, поправили все баги, сделали всю адаптацию к СИ. И понимаете, что вы в геораспознавании ни уха ни рыло. Вы программист. Монтейнить эту библиотечку как профессиональный геодезист вы не в состоянии. Значит, вот ваша судьбина ее монтейнить, но только в рамках одного того проекта, в котором вам ее заказано. В действительности правильный подход состоит в том, чтобы воспользоваться структурой Linux-дистрибуции и либо вообще не использовать этот код сторонний в виде исходного кода. Возможно, в вашем дистрибутиве соответствующий пакет, если это, скажем, библиотека, просто уже собран. Зачем ее еще раз с собой таскать? И другой вариант самому стать монтейнером такого пакета, то есть сопровождать не один программный продукт, который вы написали сами, а два. Один, который вы написали сами, и один в виде монтейнера, то есть в виде человека, который просто следит за годностью и актуальностью вот той самой библиотеки, которую вам захотелось сопровождать. И по мере, так сказать, собственной необходимости, или там, если вдруг вас очень попросили необходимости сообщества, и он потихоньку обновляет, чинит там какие-то абстримные баги, взаимодействует с абстримом и так далее. Должность монтейнера – это гораздо более, менее ресурсоемкая должность, ресурсоемкая знаний, опыта, социальной активности. Она требует даже больше, чем должность разработчика. А вот времени жрет меньше, ну потому что кода вы почти не пишете, только исправляется. Вот я. Вот. Пора уже поработать, да, хореболтать. И вы, значит, как бы просто ведете два проекта. Один вы пишете сами, а другой вы монтейнете, поддерживаете. Еще одна причина, по которой вы можете таскать с собой исходники какой-то библиотеки, это то, что у вас огромный корпус кода, который работает с очень старой версией библиотеки. То есть вот во всех линуксах давно уже все новое, а у вас так вышло, что там дикое количество какого-то легоси-кода, и вы там, а upstream такой очень изменючий, какой-нибудь PNG, какой-нибудь, не знаю, кто там у нас, очень изменючий, Boost, Poplar. Вот такие традиционно популярные библиотеки, значит, Poplar для PDF, которые от версии к версии радикально меняются, и иногда приходится таскать с собой старые версии. Или уметь поддерживать в дистрибутиве много разных версий одной и той же библиотеки, что тоже весьма полезная фича, но она замусорит окружающую пасту. Значит, почему я сейчас так много говорю и ничего не делаю? Потому что это все темы, в общем, целого спецкурса под названием «Сопровождение пакетов». И делать это руками прямо сейчас, в течение какой-то части этой лекции, я, наверное, не стану. Поэтому приходится говорить слова. Итак, предположим, что мы приняли решение, ну, грубо говоря, становиться монтейнерами. Становиться монтейнерами в том смысле, что мы хотим работать со сторонним кодом, но не хотим становиться его абстримом, не хотим сами заявлять, что мы теперь разрабатываем версию вот там такой-то программы или такой-то библиотеки, обращайтесь к нам, если у вас что-то не работает. То есть мы занимаемся адаптацией и актуализацией какого-то чужого кода. Тут возникает одна интересная задача, про которую раньше надо было прямо рассказывать с песнями и плясками, потому что народ слегка тупил. А с появлением гитара все стало гораздо проще, в смысле рассказа. Значит, задача следующая. Предположим, у нас есть, сейчас я попробую найти пример, ситуация, когда у нас патчи менялись. Это не совсем просто. Значит, чуть-чуть я потуплю. Чуть-чуть я потуплю. С вашего позволения. Но я найду. Значит. Ну вот. Сейчас давайте. Да. Ой, нет. Это будет патч на патч. Так. Окей. Предположим, у вас есть какой-то исходник. Ой, это плохой исходник. Ну, хотя бы тот же торнадо. Какой-то исходник. Вот. Который вы собираете, и он, ну, типа, не работает. Вот. Он же прям, ну, что, имид чарсет не является переносимым названием кодировки. Это очень интересно, но меня не понимает. А, он здесь не русифицирован, он падать не будет. Ну, не важно. Вы его собираете, вы, значит, вот что-то делаете с ним. Ну, короче, короче, вот. И он у вас в какой-то момент не работает. Вам что-то не нравится. Вы берете и говорите. Так, ребята, это сторонний код. Да? Я не хочу лезть сюда пальцами. То есть, я сейчас залезу сюда пальцем. Я сейчас поправлю, поправлю какой-нибудь кусочек. Ну, не знаю. Вот у нас тут есть, например, какой-нибудь ворнинг. Да? Вот здесь. Вот. Вот сюда приезжает ворнинг. Вот этот CH, он вообще не используется у нас в программе. Да? Наша задача сделать так, чтобы, ну, скажем, эту ошибку побороть. Да? Что мы делаем? Мы берем, убираем эту штуку, говорим. Что? А вот он говорит, теперь undeclared. А где же она тогда не использовалась-то? Дорогая моя. Сет, but not used. Нет, извините. Сет, but not used. Это еще не значит, что она не используется. Зря мы тут справляли. Так. Это ignoring. Ignoring. Слушайте. Какой-то код прям хороший. Хороший. Чертов торнадо. Слишком тут все хорошо с исходным кодом. Ну, вот. Ну, и ладно. В конце концов. Какая нам разница? Значит, предположим, мы что-то поменяли в этой штуке. Ну, не знаю. Вот, допустим, вот здесь вот. 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 Неважно, что. Значит, у нас теперь есть два файла. Один mainc, другой mainc.org. И если посмотреть между ними разницу. Ну, мы увидим вот такую примерно картину. Ну, собственно, почему я говорил, что это теперь рассказывать просто. Потому что такую же картину мы говорим, когда говорим git-див. Ну, чуть более сложную. У git-дива более жесткая структура. Но примерно это. Значит, утилита div с ключиком минус u, так называемый unified div, показывает нам, как в общем контексте программы поменялся у нас исходник после того, как мы его модифицировали. Значит, мы не забыли отложить старый. Мы его сравнили. Никакого гита мы при этом не использовали. Хотя, да, сразу скажу, что на сегодняшний день правильной практикой является, конечно же, затолкать все в git и сказать git-див получить точно такую же картинку, даже в каком смысле умеет. Ну, и тем не менее, да, даже если ничего этого нет, у нас есть утилита div, которая все это сделает. Ну, кстати, для этого самого, для сведения, вот с такими ключами div получится, без ключей div получится вот такой, он скорее представляет собой такую воображаемую команду человеку, что где поменять, да, в 96-й строчке поменять одну строчку, она останется 96-й после этого изменения, change, поменять с такого вот на такое, да, там, в 101-й с такого вот на такое, ну и так далее. Вот. Помимо команды человеку, div еще мы генерили команду редактора ed, вот. Вот это вот команда редактора ed, которую можно прям применить с помощью редактора ed к нашему файлу main.c, main.c.aric, чтобы из него получился файл main.c. Вот. Правда, тут надо понимать, что никакого контекста здесь нет, мы просто берем 107-ю строчку, заменяем. Все. Вот. Ну, из всех вот этих форматов, наверное, этого ключа у нас нету, есть у некоторых людей патчик, который делает div минус минус гид. Ну вот, минус u, unified div, пожалуй, самый, в этом смысле симпатичный. Значит, видите, какой устроен unified div, так же, как git div. У нас есть контекст какой-то, дальше изменения, помеченные плюсиками и минусиками, что убрали, что положили, ну и дальше снова контекст. Вот. Значит, если очень хочется, можно границы контекста изменить. А, это еще контекст div. Есть еще вот такой вариант div, контексты, когда вам показываются два пуска текста и отмечаются в них строчки, которые изменены. Значит, правильный ключик вот такой, да, u4. Вот. Чем отличается маленькое от u4? Тем, что у вас контекст становится жирнее, да, четыре строчки контекста используются вот в качестве определения того, что вы патчите действительно то самое место. Да, я проговорился, сказал слово патчите, вот сейчас мы про это и поговорим. Обратите внимание на структуру контекстного этого самого unified div, которая, в общем, в git div используется точно так же. Названия файлов, которые, в принципе, не очень важны, по крайней мере, одно из них не очень важно, да, вот то, из чего вы получаете, в общем, не очень важно, вот, а вот то, что вы получаете, это, собственно, какой файл вы патчим. Нет, ну, на самом деле, патчим мы вот этот файл, чтобы получить вот этот, да, нет, наоборот. Слушайте, а я не в ту сторону div сделал, а никто меня не остановил. Вот, извините, да. Значит, мы патчим файл main.crx, чтобы получить файл main.c, да, мы удаляем оттуда black и вставляем туда blue, на самом деле. Обратите внимание на две вещи. Первое. Естественно, div не настолько умен, чтобы догадаться, что мы black заменили на blue, а мы именно так это сделали в вине, да, а он определяет различия построчные. И второе, что в действительности, если у вас много изменений, вот это, даже это построчное, построчное различие, это в целом NP-полная задача. То есть, вот, если вы, просто она псевдополиминатная, да, а так-то она NP-полная. У вас есть какие-то строки, какие, где-то вы их удалили, где-то вставили, где-то переместили, ну, такое типичное расстояние Львенштейна, да. Если вы хотите минимизировать патч, минимизировать div, да, то вам придется решать NP-полную задачу. Структура такая. Название исходного файла, название целевого файла. Дальше. Описание контекста. Начиная с 93-й строки, 18 строк. Результат. Опять-таки, начиная с 93-й строки, 18 строк. Например, если там таких чанков в диффе несколько, а давайте, кстати, сделаем несколько чанков. Вот. Несколько чанков. А давайте еще найдем black. Благо, больше нету. А blue? Тоже нету. Ну, ладно. Надо было здесь написать «блджонос», потому что мы явно занимаемся переклейкой наклеек. Ну, так надо было бы с ней. Вот. Обратите, кстати, внимание вот на эту штуку. Я думаю, что мы сегодня с ней еще немножко поработаем. Ну, поехали. А больше нигде и нету. Окей. Вот у нас второй патчик. Как теперь выглядит div? div показывает, что у нас произошло два изменения. Напоминаю, что orig-файл я просто руками сохранил. Да, это вот исходный файл. Вот. У нас есть два изменения. Первое изменение – это перекраска. Второе изменение – это переименование. На самом деле переименование, как видите, исключительно место, где лежит перевод. Но дофиг бы с ней. Нам сейчас это не приотично. Два чанка. Первый чанк начинается на 93-й строчке. Второй чанк начинается на 259-й строчке. Давайте еще ради интереса сделаем так, чтобы чанки были разные по размеру и по... Ну, в общем, были разные. Значит, здесь напишем... Вот. Ну, и, допустим... Не знаю. Поменяем местами вот эту строчку. Ой, одну. Одну я сказал. Там что, пробелы, что ли, в конце строки? Точно, там табуляции в конце строки. Молодцы, ребята. Ну, хорошо, тогда вот так. И вот эту. Класс. Давайте посмотрим, что получится. О! Обратите внимание на то, что нашему дифу было, в общем, все равно. Он говорит, ну, типа, заменили строчку вот эту на вот эту. А вот эту на вот эту. То есть перестановка строк не воспринялась как таковая, воспринялась просто как замена одна на другую. Вот. Обратите внимание на то, что в результате чанки разъехались. Здесь было 19 строк. Не разъехались, а идентификаторы разъехались. Здесь было 19 строк, стало 20. Мы же вставили вот это еще. И стало быть, то место, куда применять второй чанк, выглядит так. В исходном тексте это была 259-я строка, а в нашем финальном тексте оказалась она 260-я. Вот примерно такой объем непонятных мне изменений мы сделали. Да. Все посинело. Значит, вот этот div. Давайте мы сохраним куда-нибудь. Допустим, вот. И совершим одно забавное действие. А где исходники этого торнадо? О, они на гидхабе. Это неинтересно. Я хотел, чтобы был исходник прямо исходник. Ну да ладно, какая разница. Вот. И совершим довольно неприятную вещь. Возьмем и удалим вообще этот нафиг торнадо. И все наши изменения, которые мы только что проделали радостно, куда-то делись. Вот. На самом деле никуда. Вот они. Поэтому, если мы сделаем... Ща. Где там наш гидклон был с торнадой? Вот он. Вот. Это он. Значит, если мы хотим на исходнике, которые мы не важно каким способом получили. Повторяю, что сейчас мы к гидд перейдем. Не важно каким способом получили эти исходники. Если мы хотим их воспроизвести, те изменения, которые мы делали, мы делаем просто так. Патч. Еще не стоит патч. Офигеть. Значит, патч обычно... Ну, на самом деле ничего не нужно. Ну и как там? Торнадо.патч. Опа! Что произошло? А вот что произошло. Смотрите. У нас наши изменения в формате div наложились с помощью утилиты патч на текущие исходники. И вот. Значит, я до сих пор так долго об этом говорил, потому что еще каких-то там лет 5 назад, а может быть, ну там 8, да, при слове патч люди себе представляли такой бинарник, экзешник вернее, на 10 мегабайтов, который ты скачиваешь, запускаешь, и у тебя, значит, в твоей, значит, РПГшке все модели начинают бегать без трусов. Вот такой вот, вот это, значит, воспринималось как патч. Да? Вот. И когда я говорю, я сейчас сделаю патч, накачу его, люди, в общем, не понимали совсем. Да? Значит, вот сделать и накатить патч, это то, что произошло, вот перед вашими глазами, вот это. И это называется в области разработки, в области open source патч. Вот. В последнее время, значит, там, солидное, да, там, последние лет 10, есть еще другой способ. Вот такой. Обратите внимание на то, что это тот же самый unified div в чистом виде. за исключением дополнительных штук. Вот таких, вот таких, которые вам выдают какой-то внутренний гитовый идентификат. Да? И довольно забавные вещи, что вот здесь, вот в этом месте, где у вас, а, по-моему, слушай, по-моему, нет, да? Вот здесь у нас описание контекста ограничено строками, а гид, умница, он же умный, он еще говорит, внутри какой функции ты находишь? Такое вот. Искусственный мозг. Значит, вот это комментарий, он ни на что не влияет, он вам подсказывает, в контексте какой функции все изменения происходят. Ну, еще гид умеет раскрашивать, но раскрашивать это все умеют, на самом деле, это просто, вот. А, кстати. Да, пожалуйста. Да? Значит, ну, сейчас мы, вот. Давайте, давайте, для этого самого, для пущей важности. Вот. так, патч, минус b.bac, ну, или орик, ч, ч, бкап, ну, и, а, минус b большое, да? Нет. Ну, хорошо, патч минус b. А, все, понял. Вот так. Че? Чтобы не тупить, о, орик, орик. Вот. Чтобы не тупить, доверюсь патчу, пускай делает вот так, в конце концов. Ну, вот он по умолчанию делает точку орик, зачем я все это использовал, непонятно. Вот. Вот он. Да, значит, давайте просто скажем ему div минус минус color, main.c.oric и main.c. Ну, как видите, div тоже умеет все раскрашивать, только минус u, конечно. Вот. Не хуже git, да. то есть, ну, да. Так вот, значит, главное, главное достоинство git, стоит в том, что, ого, сколько времени я тут болтаю, главное достоинство git, стоит в том, что он, вот здесь вот, рисует контекст, вот, а в остальном-то, в общем, тот же самый unified div, вот, какой мы с вами видим. И вот здесь мы подходим к одному интересному моменту. Собственно, ради чего вся эта, вся вот эта вот кусок лекции был затем. Нет. Значит, не так. Давайте сделаем по-другому. Че? Минус... А-а-а-а. А почему ему не нравится? Ну, хорошо. Вот. Значит, давайте сделаем по-другому. Давайте посмотрим, как, что вместо патча есть в гите. Да? Значит, вот мы накладываем патч. Вот у нас есть git div прекрасный. Вот мы говорим git, скажем, commit. Вот. Да? Вот мы говорим git log минус p, получаем все тот же патч. Ну, понятно. Вот. Вот он. Что теперь дальше? Значит, мы можем сказать git формат патч. и указать по отношению с каким коммитишем мы должны сделать патчку этих div. Вот он. Получили такую же картину, да? То есть, прям вот он же. Прямо даже гораздо... То есть, это все тот же патч. Обратите внимание, что git туда еще вписал, кто его сделал, какой коммит был. Да? Вот тут бы он еще в коммит месседж вписал, если бы он был. А он был. Вот он. Просто он короткий. То есть, это вот такой заголовок этого патча, который, кстати сказать, наш div прекрасно пропустит. Вот наш патч, вернее. И вот, собственно, коммит. Что делать с этим blueazid? давайте пресетимся вот сюда. Ну, да, да, да. Умный какой. Вот. Пресетимся обратно. Значит, все у нас чистенько. Вот. Что можно сделать с этим патчем? Этот патч, сгенеренный git можно приложить обычным патчем. П1. Това? Обратите внимание на минус P1. Минус P1 здесь потому, что гид, чтобы не было конфликта namespace clash, делает вид, будто он сравнивает два разных каталога. Видите? A-main-c и B-main-c Вот это A и B это воображаемые каталоги, не существующие в действительности. Вот. Зато имя файла и main-c не надо придумывать новое. Вот это .arig вот всю эту ерунду. Смотрите, как чистенько и сухо. Но патчу, надо сказать, дорогой патч, когда будешь патчить, убери один уровень каталогов. То есть первый вариант это приложить дифф, который, патч, который сгенерировал git с помощью патча. Второй вариант А. Вот. Второй вариант это касается git.am, кажется. Вот. Что такое git.am? Git.am это патч, тот же самый, плюс, поскольку у нас помимо давайте лучше так сделаем, помимо самого патча, который начинается вот отсюда, есть еще целый заголовок этого git коммита, и в нем есть коммитер, в нем есть коммитер, с которым он применяется, в нем есть коммит месседж, в нем есть дата, вот эта вся фигня, радостно применяется радостно применяется вот здесь, обратите внимание, что все вот эти данные, которые мы видели в заголовке коммита, нам применились в том виде, в котором там были, да, коммитер, автор, время патча, когда было сделано, довольно удобная штука, если вы занимаетесь системой контроля версии, да, git.am, вот два варианта, ну еще плюс он это все, ну короче, он просто добавил целые коммитер из этого патча сделан. Вот, таким образом, кстати, можно обмениваться патчсетами безо всякого, значит, безо всякой внутренней инструктуры, как там на гитхабе или где-то еще, вы просто посылаете друг другу по почте вот это все, а потом ее применять. Ну, это тема будущего семестра, совместной разработки, потому что сейчас нас гид интересует только как патчелка. И вот гид как патчелка гораздо более строгая и менее удобная в смысле в реал-лайфе штука по сравнению с гидом, с патчем как патчелка. Сейчас покажу почему. Вернемся к нашим баранам обратно, к непатченной версии. И давайте мы с этим main.c что-нибудь придумаем. А там blue что ли? Да. Вот. Вернулись к нашим баранам. Давайте с этим main.c что-нибудь придумаем. Что мы можем придумать с этим main.c? Разумеется, побить контекст. Взять и написать что-нибудь вот сюда. нет, побить контекст это такой эксперимент тот еще. Хотя вот здесь мы контекст просто побьем, да, а там где мы торнадо переименовывали, сейчас, а здесь мы поменяем местами вот ой, опять у них табуляции в начале строк, поменяем местами и передвинем наш код вот сюда. Даже не так. Ну, не важно, поэкспериментируем. Я вот, я просто хочу показать ситуацию, когда гип точно не справляется. да, бывает, бывает, минус п, сколько угодно бывает у патча, отвечаю Андрею Ворну. Так, я хочу показать ситуацию, когда гид не справляется, а патч справляется. Давайте мы сделаем вот так вот. Это совсем не не совсем правильное изменение, но оно вот. Предположим, к нам приехал обстрим, обновленный, ну, там что-то человек нахакал, переделал, вот, вот с такими изменениями. Вот видите, нам гид говорит, ребята, тут табуляция в начале строки, там, четыре пробела, чего делать? Вот. Вот с такими изменениями. Ну, давайте сделаем ему комитик. Вроде бы это как новая версия. В новой версии произошли какие-то изменения. При попытке накатить патч, при попытке накатить комит, неважно каким способом, амендом, в смысле, аэмом, это не аменд, пулом из вашего репозитория, чем угодно. Получится вот такая вот фигня. Патч doesn't apply, патч failed, давайте это самое, используйте ваш любимый этот самый мерч-тул, вот это все. В общем, не хотим мы использовать мерч-тул и вообще ничего этого делать не будем. И 3D в патч мы тоже не будем делать, это все, это все у нас в темах следующего семестра. Мы лучше проверим, а вообще он накладывается или нет, нет, что это такое? Опа! А вот патч с этой задачей справился. Смотрите, с точки зрения патча, утилиты патч, тот патч, который был, накладывается на этот текст с небольшим фузом, извините за, пардон, мой френч, да, с небольшими искажениями, вы помните это искажение, я добавил одну закомментированную строчку. то есть контекст почти совпадает с разницей, которую патч посчитал равной двум, да, а во втором случае контекст вообще совпадает, он просто уехал по номеру строки, понимаете, да, я передвинул кусок патча прямо с контекстом просто дальше. То есть, с точки зрения патча, имеющийся у нас патч, который был, вполне себе рабочий. Вот. Его можно применить, понятное дело, что вы почитаете, что тут происходит, вот, но для там 80, если не 90 простых случаев, когда upstream просто чего-то дописал в свой код, и поэтому контекст уехал на 5 строк вниз, на 10 строк вниз, на 100 строк вниз, потому что он переставил местами функцию. Или из 6 строчек контекста одна поменялась на другую, да, и это очень неплохое свидетельство от того, что на самом деле ваш патч работает и применяется. Сейчас проверим, конечно. конфигуряк, конфигурил, а что у вас? А что там конфигуряк не было? Я его сам, что ли, делал? Какая лютая печаль. Я такие, что ты удалил ненужные? Ну, ладно. Я помню, я конфигуряк делал прямо к торнаде, но и фигу с ним. чего ему нравится? А, минус, да. Короче, не будем воспроизводить всю эту фигню. Лучше, лучше в следующий раз я покажу, как вот, что с этим поступать, когда вы хотите сделать паркет. Идея понятна. Значит, если вы не таскаете с собой, если вы не таскаете с собой чужие исходники, значит, вы должны эти чужие исходники немножко так окучивать и унавоживать. Вот. Соответственно, вы живете с группой патчей, которые сами же изготавливаете. Обратите внимание на то, что видимо, изготавливать патч удобнее всего гитом. Потому что, смотрите, вы прям воспроизводите свою собственную разработку. Сели, пахакали за коммителей. Пахакали за коммителей. В конце концов, добились работоспособности, а потом говорим git формат патч вон от того обстремного коммита и досюда. И вам фигак и вырастает пачка таких патчей. Это очень удобно. Не нужно каждый раз говорить div, не нужно вот это все делать. Гит все вам сделает сам. Причем то, что он сделает, можно использовать как коммиты и прикладывать их гитаемом, а можно использовать тупо как патчи, если у вас обстрим в общем с гитом не дружит и как бы фиг его знает как там это делать, а тут прям взяли и наложили. Очень хочется дожить до тех моментов, когда бинарные гитовые патчи, когда git div на бинарные файлы тоже будет прикладываться к патчам, у Федори, кажется, такой хак сделали. У нас еще не сделали. Но это отдельная тема, про которую сегодня говорить нет. Вот. Это почти все, что я хотел рассказать про div и патч, про дисциплину хранения и применения патчей, пожалуй, расскажу в следующий раз, когда буду рассказывать про пакеты и про лицензии. Значит, я вот думаю, в общем, пора переходить к следующей теме и следующая тема, наверное, будет такая вот, вам, наверное, придется наложить какой-то патч на ваш исходник просто в качестве упражнения, в качестве домашнего задания. А еще разговор про установку. Значит, разговор про установку. А, ну вот эту тему разработчик или мантейнер мы уже обсудили, да? Значит, что вы больше хотите? Вы хотите сами отвечать за весь исходный текст кода, который вы откуда-то взяли. Вот. Есть два способа немного поправить хороший патч. Значит, отличный вопрос, дорогой сокращенец. Видимо, надо на этом остановиться. Предположим, сейчас мы это сделаем. Предположим, новые версии новая версия убилась настолько, что вы не можете приложить патч целиком. Ну, например, такая вот фирма. Значит, давайте. Вот. вы не можете положить патч целиком. При попытке им это сделать получается вот такое. Обратите внимание на вот что. Что один из ханков применился первый, а второй ханк не применился, потому что там прям контекст изменился, то, что вы патчите изменилось, короче, все провалилось. Окей, но один-то ханк применился, и возможно в том патче, который к вам приехал, много ханков применилось. Это хорошие, годные ханки, пускай не живут. Образовался файл main.c.rej Это файл, в котором лежат reject отправки, которые, собственно, не применились. Это кусочек вашего патча. Вот. Обратите внимание с, на этот раз уже с контекстом. Он немножко не такой, как unified.div, но это может быть даже к лучшему. Это кусочек вашего патча, который не применился. Этот кусочек надо применить вручную. Вы можете это сделать с помощью gitmerstool, при попытке замерзить чужой код, в котором нету, в котором есть конфликтующие коммиты, конфликтующие по исходнику, это делается gitmerstool. Но мы gitmerstool не обсуждаем в этой лекции, это будет в следующем семестре. И вот, поэтому более простая идея, это значит, как делаю я, да? Я, разумеется, делаю gitmerstool. И нит, сразу не глядя. Тут был еще o-file, но неважно, я делаю... Нет, не так. Давайте тогда все поуче. Это что? это untracked. Вот. Я делаю сначала git и нит. Ну, давайте тогда действительно по очереди. fd. Все по очереди. Итак, приехала новая версия. Новая версия включает в себя несовместимые изменения. патч не прилагается. Предположим, что у нас даже гита нету. Тогда надо сказать git и нит, git от все, git commit сюда. Ну, в общем, то, что вы обычно делаете, когда заводите гит-репозиторию. Завести гит-репозиторию. Шаг нулевой. Шаг первый. Применить патч там, где он применяется. При этом у вас примененный ханг приедет в качестве git-димфа. Непримененный ханг увалится в main.c.rej. Взять этот main.c.rej и main.c.rej в 260-й строчке какая-то ерунда. Ну, нам повезло. У нас ханги не разъехались по локации. То есть, действительно, в 260-й строчке какая-то ерунда. Но, в принципе, мы могли бы поискать, например, вот это. Я думаю, что оно тут тоже встречается один раз в этом тексте. Ну, не один. Ну, вот. И вот мы вроде бы узнаем, что вот эти изменения должны быть применены вот сюда. Мы еще можем посмотреть историю, увидеть, что там торнадо просто на торнадо ДНГ поменялся. Думаем, ага! Ого! Значит, у нас на самом-то деле вот этот вот патч поменял слово торнадо на слово BlueStorm. А здесь у нас вместо слова торнадо получилось торнадо ДНГ. То есть, дело-то всего лишь в том, что надо поменять вот так. Проверяем, что это работает. это лишние файлы, они нам не нужны. Орик файл это исходник не патченный, потому что к нему такие какие-то правки успели примениться, поэтому пришлось его запасти. Вот. Мейн файл тоже запастил. Обратите внимание на то, что теперь у нас вот GitDiv показывает хороший годный патч, тот, который нужно. отлично. Git формат патч. А, нет, сначала GitCommit. А теперь GitFormat патч. Вот он. Вот у нас новый патч, хороший, годный, который прикладывается к данному сорсу, и он отличается. Вот. Вот это уже называется div на div. Такие штуки читать умеют только матерые профессионалы, к которым я не отношусь. Обратите внимание, стэк плюсиков и минусиков. Вот. Ну и тем не менее, кстати, можно вот так вот, наверное, сказать. Понимаете, да? А, GwimDiv не пойдет. Ну, хорошо. Может быть, вот так чуть будет чуть лучше. Вот, да? Div на div. Страшный, ужасный. Но при некотором этом самом при некотором упражнении такие вещи тоже можно понимать. Вот. Да, значит, минус A это автомат мой. Я это делаю на автомате. Это означает, что когда ты делаешь commit, коммитятся все файлы, которые уже были в репозитории и вы их изменили. Те файлы, которые unstaged, untracked, файлы untracked никуда не коммитятся, а файлы, которые изменены но not staged, автоматически добавляются. Так работает git commit минус A у меня это на пальцах. Слушайте, у нас осталось 20 минут, я очень сегодня болтливый, у нас осталось 20 минут на новую тему, но я надеюсь, что я ответил на вопрос, как работать со сложными патчами. Да? Надо брать reject файлы, руками их применять, а чтобы получить новый патч, удобнее всего использовать git. Или вы просто раскладываете два каталога, потом делаете div-r и да, я забыл сказать, что div-r рекурсивный тоже работает. Ну, мне трудно догадаться. У нас 20 минут на тему, по которой будет домашка, но она очень простая, я сейчас про нее расскажу. Эта тема это установка. На самом деле она очень сложная, но, не очень, но есть некоторый уровень сложности в ней, но мы не будем до этого уровня сложности докапываться. А ладно. Это пример из нашей лекции. Собственно, я фактически сейчас сделаю домашнее задание, потому что это именно оно. Или почти оно. Это пример из нашей лекции, как видите, по красиво оформленному git-логу, по работе с гид-текстом. Прежде чем мы к нему обратимся, скажу вот что. Что такое установка? Об этом мы более подробно поговорим в следующий раз, потому что с точки зрения операционной системы установка, скажем, пакета, это довольно много разных действий. Но с точки зрения разработчика установка это, в общем, перекладывание с точки зрения разработчика программы. Установка это в целом перекладывание бинарников и данных вашей программы в нужной каталоге, откуда она их потом будет брать. Бинарники в одно место, данные в другое место, документация, если она есть, в третье место, маны там, ну, вот. Задачи установки вот такой, перекладывания файлов в нужное место, чтобы потом оттуда можно было вашу программу запустить. На самом деле есть еще дополнительные действия, которые нужно производить при установке, но вот про них мы сегодня помолчим. Так вот, перекладывание у идеологии того, куда все это должно быть переложено, есть, ну, два с половиной подхода. Сейчас объясню, почему два с половиной. Подход первый состоит в следующем. Вот мы собрали тут программу, да, вот эту, ахиллу, и вот отсюда из этого самого каталога по-хорошему ее можно и запустить. Она знает, где искать перевод, да, свой, вот, вот, да, она, значит, запускается, она работает, все хорошо. Давайте сейчас там есть ключик, который показывает только успешные, только успешные эти самые операции. Нам не интересно, куда она не попала. Successful загрузила в библиотеке, где-то тут, да, порылась, порылась в каталогах, не нашла там чего нужно, значит, а, нет, вот, вот, да, загрузила в библиотеку, да, порылась в каталогах, не нашла ничего нужного, вот, стала, стала биндиться к домену, нашла в домене, о, нашла в домене соответствующий ему файл, ну, и вот, все заработало. То есть, установка будет состоять в том, что мы возьмем все нужные файлы в текущей структуре каталогов, вот, вот отсюда, ну, тут гид еще, окей, когда не знаю, вот отсюда, да, все нужные файлы из тех, которые мы тут накидали, вот, и только их в том, ровно в том виде, в котором они тут написаны, перенесем в нужное место и оттуда программа будет запускаться. Что при этом нужно сделать? Чтобы, когда программа запускается и ищет какие-то свои данные, ну, например, mofile, чтобы этот mofile искался так, вот у нас есть место, где программа лежит, вот оно, да, и вот от текущего каталога в поддереве вот таком искать вот этот перевод. Соответственно, давайте посмотрим, как это сделано в данной программе. Вот. Вот. Видите? Вот это неправильный способ. Почему это неправильный способ? Это неправильный способ, потому что, если мы сейчас эту программу Ахилло запустим из совсем другого места, ну, не знаю, из любого другого места. она внезапно откажется нам переводить. Почему? Да потому что там в локее пас был прибит гвоздями точка. То есть, если ваш текущий каталог, в нем нету перевода для вас, то работать не будет. Вот. Как было тут правильно сделать? Надо было сделать 15 минут, может успеем. нам вместо локали пас надо было сделать ща. Что? Реал пас какой-то, да? Короче говоря, не успеем, но идея стоит в следующем. Нам нужно узнать, нам нужно узнать на самом деле, откуда мы запустили наш пинарник. Да елки-моталки. Как-то не работает, он на них и работает. Вот. Короче говоря, нам нужно узнать, а, вот же, я не тормоз, я задний ход. Тут все есть. Просто тут локальный пас какой-то неправильный. А на самом деле надо делать вот так вот. И вот тогда, вот тогда, оно, по идее, должно работать. Давайте попробуем. Да? Ну-ка. Вот. Чудищ. Все было просто, как бы, тут уже было все сделано, почему я не увидел этого места, я не знаю. Чем? Нет, вы почитайте, пожалуйста, там, там с этим все как раз хорошо. Он резолвит семлинки. Значит, чем этот подход плох? Блин, 10 минут на стол. Ладно, успеем. Чем этот подход плох? Этот подход плох тем, что это такой не линуксовый совершенно подход. Это если вы делаете какую-то совершенно стороннюю приладу, то вам придется все пути к вашим данным делать относительными. Вы ее складываете в какое-то странное место и оттуда пользователь ее запускает. Если вы хотите, чтобы это работало в рамках Linux Distributiva, вам нужно раскладывать бинарники, библиотеки, данные и все остальное, что вы с собой носите в правильные места соответствующие Linux Distributiva. Какие такие правильные места? Ну, какие? usrbin, это бинарники, usrlib, ну, в случае altlinux еще есть lib64, вернее, он скорее все будет называться lib64, это библиотеки, usrsharerlocali, это место, где лежат локали, ну и так дальше. И вот здесь начинаются, собственно, проблемы, из-за которых мы, я затеял вот эту вторую часть нашей лекции. Ну, хорошо, в Linux это стандарт, окей, а если вы это собираете под какую-то другую платформу, или конкретно в вашем Linux есть какие-то, в вашем дистрибутиве есть какие-то идеи относительно того, где там лежит локаль, например, или вы не хотите это класть в usrbin, хотите класть в slashbin или в sbin, фиг его знает, как вам придется, значит, вот. И тут выясняется, что в нашем toolchain, который называется auto-tools, есть немыслимое количество всяких настроек, связанных именно с каталогами, откуда впоследствии ваша программа будет ожидать увидеть там библиотеки и так дальше. Смотрите. Нет, не смотрите. Смотрите. Вот это место. Значит, сам факт того, что вы пользуетесь auto-toolzone приводит к тому, что конфигурь по умолчанию, вы там, может быть, какие-то, значит, даже какие-то клюшки в нем включили, но по умолчанию чуть более чем наполовину состоит из вот таких вот настроек, в которых вы сами руками указываете, где у вас после установки будут лежать бинарник, дополнительные бинарники, данные local state dir, обновляемые данные, например, кэши или чем-то такое, хотя кэш там отдельно, инклюдники, если вы распространяете смесь с исходниками, да, локаль, кстати, локаль, ман, все, все где-то будет лежать. И мало того, что эти настройки есть, к ним есть соответствующие макросы, сейчас мы на них поглядим. На самом деле, если вы пользуетесь AutoZone и CMake тоже, и Ninja тоже, вообще любой системой, не Ninja а тем самым, забыл, ну, не важно, более высокоуровневый, короче. Значит, если вы пользуетесь какой-то системой сборки, то в ней на самом деле для вас уже подготовлен весь Workflow по установке. Смотрите, MakeInstall, ну, по умолчанию, конечно, мы полезли хрен знает куда, потому что мы полезли хрен знает куда, и потому что это только из-под рута можно делать, и делать мы этого из-под рута не будем. Ну, давайте тогда вот так напишем. Смотрите, он попытался установить бинарник в USR Local Bin, в этот самый локаль нашу, в какое-то очень странное место, в USR Local Шаре, дальше что-то такое мы сейчас увидим. И вот куда-то туда. Поскольку ничего нельзя сделать, то ошибки. Вот это все. Что это за штука такая? Да это всего лишь преобразованные полные имя пакета. Он тут вот наколдовал, чтобы не было пробелов, чтобы не было больших букв, и изготовил из него вот такой вот префикс. Для того, чтобы избавиться от колдунства, надо всего лишь добавить в конфигуряк в макрос отца init короткое имя, так называемое Torname. Давайте назовем его Ахилло. Вот. Что там? А, Rupo поснул. Хорошо. Давайте попробуем еще раз сделать этот make-kind install. Ну вот, теперь мы понимаем, как называется наш домен. Он называется Ахилло. Ну вот, все хорошо. Что теперь нужно сделать? Теперь нужно, ну, давайте попробуем... Обратите внимание, что я не делал ничего ради того, чтобы инсталлятор работал. Все это сделал за нас автотулз. Давайте мы тогда сделаем make-install, но в качестве... Давайте заглянем в make-файл. Ужаснемся. Он немножко большой. Вот. Ну, поищем там install. install.am. Что у нас install.am? Где-нибудь-то там будет хоть что-нибудь? Право. DeathDick. Вот. Вот это место. Да? Значит, оказывается, что... Давайте прям посмотрим, как у нас выглядят вот эти вот переменные make-make, которые нам конфигуруют, сгенерил. BinDir у нас... exec prefix bin. Вот. А... Ну, это и sharebin на самом деле, да? Или sharelocal там. Да? DataDir. Нет, это же какая-то другая DataDir. Нам нужен вот такой DataDir. Вот такое время идет. Сейчас я тороплюсь. Что, нету DataDir? Нету DataDir. Не бывает. Вот он, DataDir. Что у нас... Как у нас DataDir? Вот DataDir это просто DataRootDir какой-то. Ну, короче, очень много всяких переопределений. В них сейчас разбираться довольно тяжело. Но идея такая, что когда вы что-то устанавливаете, у вас есть понятие. Префикс. Да? Куда все приезжает. И на этим префиксом нарастают userInclude, userInfo, userShari, userShariDoc, userBin. Вот. При этом execPrix можно переоделить, если вы хотите, чтобы он просто в bin влезал, а все данные в user что-то такое. Вот. И по умолчанию, кстати сказать, префикс у вас userLocal. Зачем так? Это дань монолитным дистрибутивам, которые в прошлом тысячелетии существовали в массе. А в этом тысячелетии самый крупный представитель монолитных дистрибуций – это FreeBSD. Где большую... Не большую, а меньшую часть, но самую критически важную часть бинарников, ядра, сервисов и все остальное пишет сообщество в виде одного монолитного такого дерева исходников. Ну, дерево там может быть и не одно, а вот дистрибуция монолитная. А вот пакеты – это все остальное. И деление операционной системы на CoreDistribution и все остальное предопределяет, что в user у вас лежат только то, что вы в Core собрали. Все пакеты, они уезжают в userLocal. Вот. Поскольку для большинства систем, если считать их по штукам, по названиям, это дефолт, то и для AutoTools это тоже дефолт. Ну, то есть по умолчанию все ставится в userLocal, а дальше там получается userLocal, там, в смысле userLocal, там, var, userLocal, man, userLocal, include, userLocal, bin и так далее. Linux. В данном случае это исключение. Никакого флатпаки кладутся куда-то, куда вы настроили сервис флатпак, их закладывать. Флатпак – это не совсем пакеты. В следующий раз поговорим на эту тему. Значит, Linux – это исключение. Но зато самое популярное. В нем всегда префикс нужно переделывать userLocal в просто user. То есть, когда мы делаем конфигурии, мы говорим минус-минус префикс равняется slash user. вот это уже прям попытка установить наш бинарник и наш перевод. Обратите внимание, что у нас есть перевод, и он едет в правильное место. в правильное место. Вот. Ну, естественно, она не удалась. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем… Да, много болтал я. Обидно. Ну, не важно. Вот. Мы можем переопределить переменную make.destdir, и тогда наша программа будет установлена в такое место, в которое мы установить можем. Значит, вот здесь наши дороги расходятся. Либо мы сейчас поступаем как юные пионеры, которым неведом страх, и делаем эту вот… Все, что здесь написано, от рута. В результате чего нам прямо в систему приезжают бинарники, переводы, и вот вся вот эта вот чушь. Нехорошая идея. Мы не пионеры. Мы взрослые люди. Давайте сейчас… У нас осталось ноль минут, но я все-таки займу ваше время, потому что, чтобы было понимание. Давайте мы поступим сейчас как пионеры. Поступая как пионеры, мы делаем следующее. Из-под рута. Это рут. Прямо отсюда, говорим, make install. Вот. Куда приезжает наш бинарник? Он приезжает в opt.ahilo. Обратите внимание, что я сделал преферс opt.ahilo. Opt.ahilo. Обратите внимание, что он даже сейчас заработает. Opt.ahilo. USR. Что там? А, BIN. Не заработал нифига. Почему? Не почему. Времени нет. Что не заработало? Перевод не заработал. Почему ты не нашел… А что там на самом деле у нас? А-а-а! Он понятно, почему не нашел. Потому что мы неправильно написали этот самый… А где же шарилокал? Правильно вы говорите. Абсолютно правильный вопрос, Алексей. Нельзя так делать. Я не зря боялся. Я-то… Ну, хорошо. Вот такой пакет. Я знаю, как удалять. Смотрите. Упс. Но это тоже плохая идея. Вот. Хорошая идея состоит в следующем. И на этом мы закончим. Хотя… Черт, нет. Я займу вас еще минут пять, хорошо? Потому что что-то я разболтался на первой части, а вторая часть более важна. В смысле, практически. Значит, в случае, если вы оформляете ваш программный продукт как абсолютно сторонний тому Linux, в который вы его ставите, то хорошей практикой будет собрать его каталога независимо, чтобы весь ваш продукт лежал в каком-то отдельном каталоге, туда ставился и удалялся вот таким способом. Кстати, такое домашнее задание будет. Именно такое. Да? Вот. Я, кстати, это домашнее задание, как видите, не выполнил у меня. Не работал. Не работала русификация. То есть он лез в неправильное место. Надо было лезть куда? Надо было лезть в USR-шаре вот сюда вот. Совершенно справедливо, дорогой сокращенец. Крибли-крабли-бумс, в смысле конфигурии make, make, install, делают только, в общем, наивные пионеры и на свой страх и риск. Все так. А уж конфигурии make, sudo, make, install, да, это не только наивные, но и очень-очень-очень смелые. Вот. Значит, первый вариант, который я не доделал и который будет входить в домашнее задание, это сделать каталогу независимую дистрибуцию, которая бы работала, куда бы ее не поставить. Второй вариант. Следующий. Мы делаем честный префикс. Мы создаем... Создаем эту штуку. И мы делаем такую вот вещь. Make, install, dest, dir, равняется, ну, не знаю, там, tmp, home, там, fulg, jorge, tmp, ну, как мы ее назовем? Назовем ее achillo. Achillo distr. Что при этом произошло? У нас в каталоге achillo distr, вот здесь вот, образовалось дерево установленных нами файлов. Это бинарники, и это перевод. Поскольку при сборке мы указали, что у нас префикс usr, сейчас этот achillo не заработает, в смысле, он не найдет перевода ни при каких условиях. Ну, то есть, для этого нужно использовать комбинированную абсолютно относительную схему, к чему я вас не призываю. Хотя, может, и призову, я еще подумаю. Но обратите внимание на то, что если отрезать вот эту часть, полностью всю, да, вот, сейчас. Если отрезать вот эту вот часть, то получится содержимое настоящего пакета, который разложен в настоящее место. Сейчас расскажу. Вот про счет расскажу в следующий раз как раз. Заработает. В настоящее место. Все, короче, в нем настоящее. За исключением того, что вы, как обычный пользователь, сделать это не можете. Вы должны быть суперпользователем на данном компьютере. Вот как я вот там. И это второй способ, который состоит в том, что вы формируете нормальный дистрибутив, как это, нормальную дистрибьюшн, да, нормальную сборку. Как обычный пользователь раскладывать ее в правильный каталог, а потом из этого средствами вашего, вашей дисциплины оформления пакетов оформляйте пакет. И дальше он приезжает, вот, файлы приезжают в те места, в которых ему полагается. Имейте в виду, что эта схема, у нее есть один недостаток. Этот недостаток состоит в том, что, скорее всего, собранный с поддержкой вот таких путей, а временно положенный, вот в такие места пакет не найдет своих, значит, данных. И потестировать его вот так вот не удастся. Последнее, что я хотел сказать, это то, что к вам в конфиг.h Нет, не в конфиг.h, а куда же? В общем, куда-то это надо поисследовать. Нет времени, чтобы я сейчас это исследование проводил. Давайте мы это сделаем. Либо я, если ответ на это вопрос простой, то я просто это воткну в домашнее задание, кусочек исследования. Если он не очень простой, то я найду и покажу. Короче говоря, вам следует модифицировать ваш гиттекст таким образом, чтобы он ходил не в какой-то абстрактный дир, а вот в тот самый дир, который вы указали в качестве локали при сборке. И тогда у вас получится следующий вариант. Если вы указываете какое-то извращенное место при конфигуре, то из этого извращенного места ваша программа работает. Если вы указываете стандартное место при конфигуре, то из этого стандартного места ваша программа будет работать, когда туда попадет из-под рута. Но при оформлении бинарной дистрибуции вот таким вот способом она работать не будет. То есть оттестировать можно, сказав конфигуре, установи в мой каталог какой-нибудь. Давайте я покажу или уже поздно. Давайте я покажу и на этом закончу. Видали, когда я сказал, что префикс у меня в домашнем каталоге, все это приехало вот сюда. И отсюда оно работать будет. Вот. А, я забыл. И у меня... Я поресетил этот самый конфигуре. Ну да ладно. Вот. И отсюда оно работать будет, если вы обеспечите... Обеспечите... А, стойте. Все нормально. Вот. 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 Где? А, понятно. Вот. Да? Отсюда оно работать будет, если вы обеспечите правильную привязку вот к тем самым переменным. Сейчас давайте посмотрим. Вот. Взятым из префикса. Вот. Да? Значит, чего я не сделал и чего обещаю сделать? Понять, как получить доступ из C к вот этому TMP-куку. Все, братцы. Я выехал, выехал уже 10 минут лишку. Очень много болтал в начале. Действительно, тема бесконечная. Значит, болтать можно много, делать можно мало. В следующий раз разговариваем про пакеты и про лицензию. Разговор будет уже достаточно без... Как это сказать? Скорее демонстрационный. Потому что нам не на чем проводить эксперименты. У нас нет готовой площадки, где я бы... Вы бы могли быть рутом и все вот это делать. Ну а монтейнерство, создание пакета, это целый спецкурс. Возможно, он будет в следующем семестре. А возможно, нет. Потому что больше двух спецкурсов я все равно не выезжу. Все. Да, я в следующий раз просто покажу, как собирать пакет. Вот. С комментариями, но без раскрытия каких-то вот тайных знаний. Пожалуй, на этом мы остановимся. Еще раз прошу прощения, что 10 минут лишку вырвал. Ну вот. Все. Значит, домашнее задание будет. Это последнее домашнее задание в этом семестре. Вот. Потому что дальше у нас уже зачетная сессия. А вот лекция не последняя. Последняя, видимо, следующая. Ну, в общем, всем привет. Спасибо.